Право на образование, охрану здоровья, труд и отдых, свобода слова, вероисповедания и выбора места жительства. Все это гарантировано Конституцией России. О законе законов школьникам сегодня рассказывали студенты юридических факультетов. Кто-то вспомнил, а кто-то впервые узнал, что основной закон страны состоит из преамбулы двух разделов, девяти глав, 137 статей и 9 параграфов переходных и заключительных положений. Отвечать пришлось и самим учащимся ребят. Проверили на знания своих конституционных обязанностей. Основная цель данного мероприятия – обратить внимание подрастающего поколения на их конституционные права, на право участвовать в управлении государством, на право участвовать в выборах. И эти акции, мы уверены, помогут нашим школьникам определиться в дальнейшем и со своим выбором в профессии, а также быть активными гражданами Российской Федерации. Свою активность сочинцы проявляют на выборах. Там же пользуются своим правом голоса. А вот тех, кто, отвечая за организацию проведения выборов, сегодня пригласили на торжественный прием главы города. Алексей Копайгородский поздравил работников участковых избирательных комиссий с Днем Конституции и 25-летием краевой избирательной системы. Ровно четверть века назад в современной истории Кубани были проведены первые региональные выборы. Жители края голосовали за депутатов законодательного собрания первого созыва. За четверть века сочинским избиркомам на самом высоком профессиональном уровне было организовано и проведено более 30 федеральных, краевых и муниципальных выборов. Вы всегда идете в ногу со временем, применяя при почете голосов новейшие цифровые технологии, постоянно совершенствуете избирательную систему. Мы с уважением относимся отдельно ко всей сочинской избирательной системе, потому что никогда в жизни вы не приносили никаких проблем, вы быстро, оперативно и самое главное прозрачно всегда решали все проблемы, которые возникают на территории нашего большого края. С праздником и всем огромный слава и благодарность. Спасибо. В Сочи две с половиной тысячи организаторов выборов. Они подготавливают списки избирателей, информируют о дне голосования, организовывают сам процесс, подсчитывают голоса, подводят итоги на участке и доставляют протокол уже в городскую избирательную комиссию. Задач много, а ответственности еще больше. Это не только важное дело, но и, собственно говоря, уголовно наказуемое, потому что мы все придерживаемся буквы закона. Мы постоянно обучаемся всему новому законодательству. Мы не имеем права нарушать какие-то пункты закона и несем за это ответственность. У нас очень большой участок, у нас больше двух с половиной тысяч избирателей. В последнее время активность заметно возросла, то есть уже как бы самосознание наших жителей выросло, и это радует. Приходится общаться, приходится с людьми разговаривать по поводу того, что, конечно, каждый должен иметь свою ответственность и свой выбор в этой жизни, и честно, самое главное, подходить к тому, чьи руки отдать свое будущее. У нас очень активно к этому относятся, и все переживают, как большинство жителей, все переживают за судьбу не только нашего поселка, но и страны, и города в частности. Поэтому, конечно, такая активная позиция у наших жителей. Новая предвыборная кампания развернется уже в новом году. В 2020-м организаторам выборов предстоит большая работа. Сочинцы будут выбирать депутатов городского собрания, а жители региона в целом – губернатора Краснодарского края. Выборы состоятся в сентябре, в единый день голосования.